Двигатель современного автомобиля сложный, надежный и экономичный. Казалось бы, само совершенство. Интересно, а как у него обстоят дела с расходом масла? Мы не будем говорить о моторах, которые доживают последние километры от старости или оставляют жирные лужи на асфальте. Речь пойдет о масляном аппетите двигателей новых, еще гарантийных автомобилей. Но для начала необходимо определить, какова же установленная норма расхода масла. В зависимости от особенностей автомобиля и условий его эксплуатации, завод-изготовитель, как правило, определяет максимально допустимую норму расхода масла на тысячу километров пробега автомобиля. Как правило, эта норма составляет от нуля до полутора литров. При соблюдении правил эксплуатации максимально допустимый расход масла не может меняться в зависимости от условий эксплуатации автомобиля. Даже при наличии двигателей одинакового объема на разных автомобилях могут быть разные нормы допуска расхода масла. К сожалению, нужно признать, что для некоторых современных автомобилей большой масляный аппетит – норма. Это в первую очередь относится к моторам с большим рабочим объемом и двигателям с турбонаддувом. Они могут выбить до двух и более литров на тысячу километров. Но и для мощных моторов, и для двигателей поменьше – повышенный расход масла – причина для серьезных размышлений и повод для обращения в сервис. Кстати, помните, что во время обкатки все двигатели тратят больше масла. Производители считают это обычным делом, поэтому предъявлять претензии дилеру в этот период бесполезно. Но нередко бывает, что после обкатки расход масла не только не уменьшается, но и наоборот увеличивается. Причин тому может быть много – от заводских неисправностей в двигателе до некачественного обслуживания. Другими словами, далеко не всегда в этом виновен хозяин авто. Может ли он в этом случае рассчитывать на гарантийный ремонт? Если все-таки максимально допустимая норма расхода масла превышена, но при этом владелец соблюдал правила эксплуатации автомобиля и своевременно выполнял регламентные работы, то такая неисправность рассматривается в рамках гарантийного обслуживания. Вывод очевиден. Прогрессирующий масляный аппетит – это начало серьезных проблем с двигателем. Но готовьтесь к длительному сражению. Доказать что-либо дилеру будет непросто. Вас ждут экспертизы, а может быть и суд. Но если правда на вашей стороне – боритесь до конца. Какой бы современной и совершенной ни была машина, хотя бы раз в неделю проверяйте уровень масла. Только вовремя заметив возросший аппетит, вы сможете избежать больших неприятностей.